Всем привет! Я сейчас в процессе пакования вещей, мне на неделю нужно будет уехать в другой город в связи с тем, что я вышла замуж, мне надо менять абсолютно все документы начиная от паспорта, заканчивая документами предпринимателя в общем-то, короче, очень много мне нужно всего будет поменять и вот я собираюсь уехать и вот сейчас в процессе сбора вещей и как-то у меня все продвигается очень медленно у меня поезд уже где-то через пару часов а я еще абсолютно не собрана и Сэмик тоже вот тут абсолютно не выявляет никакого интереса по поводу моих сборов все, что у меня пока собрано, это вот так вот по кучкам только разложены какие-то вещи косметику я вообще даже еще не начинала собирать какие-то вещи приготовила здесь, которые буду брать но тоже пока еще ничего не упаковывала в общем-то, работы у меня еще очень много поэтому надо бы, наверное, уже приступать я уже успешно снова улыбаюсь и, в общем-то, поехали ребята, я потом попала в какой-то детский вагон потому что тут сплошные дети я два часа выдержу, а на третьей уже ушла потому что это просто какой-то капец вот, взяла себе пиво, какие-то сукарики а Никита вон мне пишет, что они с моими, ну, с нашими друзьями идут пиво пить а я вон шлю ему фотки такие обиженные мол, я с вами и только вот таким вотсапом мы спасаемся вот, это единственная развлекаловка сегодняшнего вечера вот такой вот, видите, у меня за окном ходите тут же очень-очень душно это единственное окно, которое открывается естественно, кондиционеры никто не включает ой, пожелайте мне удачи еще надо потерпеть хотя бы ну, хотя бы часики я думаю, можно уже будет спать ложиться ладно, буду себя развлекать сама пивом с сухарями, какао-каш последний я уже успешно добралась в Ровно и первое, что я решила сделать это решить проблему со своими коленями потому что колени, честно говоря, меня уже конкретно достали своей болью я вчера была у врача он мне сказал, что больше всего похоже на артроз хотя в прошлый раз, когда он смотрел мой снимок то сказал, что артроза нет а просто скопление жидкости, как бы бурсит но сейчас вот я еду делать снимок сейчас, кстати, без 15.08 утра я еду делать снимок и там уже посмотрим, в общем-то что в итоге у меня с коленями окажется короче, сделала я снимок но в итоге оказывается, что все-таки это не артроз потому что в снимке, в заключении мне написали, что у меня колени вообще чуть ли не образцово показательные то есть вот мои колени стенки ровные, никаких там разрушений нет ничего такого нет поэтому будем дальше выяснять что же все-таки с ними происходит хочу вам показать тоже, как будет выглядеть моя фотография в паспорте сейчас вот такая вот фотография получилась мне кажется, очень даже неплохо у меня моя фотография вообще такая ужасная в паспорте мне всегда просто даже стыдно показывать свой паспорт из-за своей такой уродливой фотки ну вот, мне кажется, вот это вполне нормально и потом я ее перекадрирую на другой размер и на права, думаю, тоже эту же возьму я только что вышла с больницы, с меня накачали целую кучу крови вот, поэтому сейчас вот иду и думаю вам показать город, в котором я прожила 15 лет с 9 до 24 лет я в этом городе жила и, в общем-то, сейчас вот покажу вам некоторые его части вот это вот я иду и свит открывается на парк Шевченко здесь вот, конечно, пару кустиков только видно но он уходит в глубину и там довольно большой еще парк это как центральный парк мы туда не пойдем с вами потому что мне, к сожалению, никуда нужно сейчас но я вам покажу тоже центр который находится вот туда вот дальше немножко сейчас я переберу, чтобы меня не сбила машина и пойдем немножко дальше центр в Ровно это, грубо говоря, его самая главная достопримечательность потому что, по большому счету, много таких-то тут достопримечательностей нет и для жителей города все завязано на центре все встречи, все кафешки, все там какие-то развлекаловки все находится только в центре и вот сейчас мы пойдем дальше по этой аллее и я вам покажу самую центральную площадь именно площадь независимости кстати, тоже хочу показать вам одно знаковое место если вы смотрели мое видео Boyfriend Tag то вы будете понимать, о чем я говорю вот банк, вот это вот здание банка оно, по-моему, сейчас даже не функционирует это то здание, где мы впервые встретились с Никитой по сообщению в интернете вот там вот он меня ждал а я вот этой дорогой ехала на троллейбусе и вот там вот дальше остановка троллейбусная была и я вот этой дорогой проезжала и вот здесь видела, как он стоял и меня ждал так что, вот и вот так же сразу вам покажу это центральный универмаг не знаю почему, в Украине все центральные универмаги ужасно страшные вот в каких городах Украине я не была в центральной универмаге все ужасно просто страшные ну, это, на мой взгляд, не исключение а вот там вот ну, здесь вы плохо видите, потому что еще довольно далеко это площадь независимости сейчас я пойду в пешеходный переход и вам все ближе покажу а вот и площадь независимости о которой я вам говорила вот так она выглядит площадь довольно таки большая здесь центральный монумент Шевченко тоже здесь находится кинотеатр это очень долгое время был единственный кинотеатр потом еще открыли более новый один и, насколько я знаю, они сейчас как-то равноценны, в принципе, по качеству своему потому что этот уже отреставрировали тоже я уже очень давно там не была уже, не знаю, может года три, наверное, точно там не была поэтому и не помню точно, какой он там ну, когда я здесь жила, он был очень страшный такой, знаете, еще в советском стиле абсолютно не отремонтированный не знаю, в каком он состоянии сейчас но тем не менее вот, а с этой стороны вот здесь есть собор, это центральный он очень небольшой и такой, скажем так, очень компактный там дальше по вот этой улице вверх, если двигаться то будет очень большой собор а этот такой чуть-чуть поменьше и вот там вот, я вот, если не забуду, еще схожу туда вам покажу вот, если пойти туда немножко дальше там находится кафешка Блюз о которой я тоже рассказывала в Boyfriend Tag там было у нас с Никитой наше первое свидание и я так проходила недавно мимо и заметила, что до сих пор эта кафешка выглядит очень даже так прилично поэтому до сих пор вроде как считается очень хорошей а я сейчас двигаюсь в паспортный стол менять паспорт и вот, кстати, заведение, о котором я вам говорила где у нас с Никитой было наше первое свидание вот так вот его отреставрировали раньше оно выглядело намного попроще сейчас так немножко поинтереснее я бы сказала, оно выглядит поставили какую-то там скульптуру даже какого-то джазового исполнителя сейчас мимо пройдемся, я вам покажу вот, вот так вот оно, собственно, и выглядит по итогам моего пребывания в Ровне я, в принципе, не сильно многое успела я поменяла только паспорт Украины и сегодня я еще успела с правами решить вопрос тоже занесла все вчера целый день ходила по всяким наркодиспансерам психдиспансерам, всяким там врачам и так далее и тому подобное потому что даже когда обмениваешь удостоверение водительское то заново надо проходить все эти комиссии короче, волокиты столько придумали я не знаю, для чего это нужно потому что если мне права вообще в Украине вот раньше выдавались на пожизненно то есть не надо было ни подтверждать ничего не проходить какие-то дополнительные комиссии ничего этого не нужно было сейчас выдают права на 30 лет вроде как собираются потом менять и выдавать их уже на 20 это или на 10 вообще лет ну, короче говоря, у меня права будут на 30 лет все, слава богу, успела сделать все эти комиссии пройти и сегодня вечером уже буду получать свои новенькие права также поменяла налоговый код единственное что не успела это с предпринимательством тоже там эту выписку о предпринимательстве поменять я уже приеду, думаю, еще как-то этим всем займусь поменяю вот, а так-то, в принципе, мое тут пребывание уже подходит к концу поэтому завтра я уже буду дома со всеми новыми своими документами вчера тоже встречалась со своей подругой очень сильно вот пока это бегала, натерла себе ноги иду хромаю сейчас вот очень устала, конечно, за это время потому что времени не было вообще просто ни секунды настолько вся эта наша бюрократическая система выматывает потому что столько нужно везде бумажек сюда пришел, выставил очередь на бланк на то, чтобы бланк получил потом заполнил этот бланк, выставил очередь, чтобы там что-то оплатить после этого идешь в какое-то там черти какое окно получаешь справку потом надо ждать каких-то срочных нет вариантов получения документов короче, это такой просто геморрой что, мне кажется, пора бы уже это все поменять и как-то перевести в какой-то уже более цифровой формат что ли, чтобы это можно было получить как в штатах, например, все документы можно получить ну, не все, но очень много документов можно получить через интернет то есть не посещая даже учреждения и потом тебе эти документы все могут прислать по почте вот просто и не надо ходить там очереди стоять а у нас вечно как-то все непонятно в общем-то на этом я, наверное, буду заканчивать этот влог надеюсь, что вам было интересно его смотреть несмотря на то, что ну, особо он там сильно полон не был какими-то событиями но немножко он в городе в зале, в котором когда-то жила в общем-то спасибо, что смотрели этот влог подписывайтесь на мой канал если вы еще не подписаны и я увижу вас в следующих своих видео пока